Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Приветствую вас на исходе этого, кажется, самого жаркого летнего дня в Москве. Ну вот жара уже спадает, и, кажется, можно сесть и спокойно поговорить о наболевшем. Или о вечном. Это уж кому как придется. Ну, если о наболевшем, то, вы знаете, Олимпиада. В общем-то, при всей той радости, которую созерцание прекрасных, отдрессированных, спортивных тел доставляет. Тем не менее, хочется добавить к этой бочке меда некую ложку дегтя, а именно некую толику раздражения, которая вызывает у меня, скажем, ежеутренний подсчет медалей. Вот какая-то медальная паранойя. Средства массовой информации каждую минуту подсчитывают медали. Россия на 12-м месте, Россия на 9-м месте, Россия на 8-м месте. Все эти медальные планы, которые озвучиваются заранее, спускаются из Кремля и так далее. Честно скажу, наверное, еще меня раздражает вот это вот чествование олимпийцев как национальных героев. Эти все приемы в Кремле, эти Порши, квартиры и миллионы долларов, которые им вручаются. Я уж не говорю, скажем, иногда доходит до вообще абсолютно параноидальных случаев, как когда, помните, была Туринская Олимпиада, такой конькобежец был Евгений Скобрев. Ему в Кремле вручили Ауди Ку-5. Иван, да, извините. Иван Скобрев, да. Вручили Ауди Ку-5. И он так перед камерой говорит, маловато будет, как тот мужик из мультфильма. Не мужская эта машина, Ауди Ку-5. Давайте Ку-7. Иначе в Кремле чешут в репе, дают ему Ауди Ку-7. Вот. И вот, понимаете, вот это все движение, вот эта вся невероятная пена, которая, я считаю, по сути своей глубоко аморально, по отношению к исходным таким моральным посылам олимпийского движения, меня глубоко обеспокоивает, обеспокаивает. Вот. И мне кажется, потому что сейчас в нашем отношении к спорту Олимпиада это очень рельефно выражает. Неверно расставлены приоритеты. Культ победы, культ чемпионства, культ национального триумфа. Вот эти все вещи Олимпиада очень сильно выпячивает. И все эти дни мы в этом варимся. Так что, мне кажется, олимпийское движение очень сильно ушло от изначальных принципов, заложенных Пьером Докубертеном, которые заключались в том, что важна не победа, а участие. А вот сейчас как раз-то, по-моему, победа и важна. Ну что ж, говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это главный редактор журнала «Логос» Валерий Анашвили. Добрый вечер, Валерий. Добрый. Спортивный обозреватель Олег Винокуров. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. И культуролог Алексей Каласов. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Ну что ж, вот мы уже, собственно, начали немножко разговор об истоках, о периодах Бертене. Ну, если даже еще раньше копнуть. Ладно, вообще изначально в Олимпийском движении был ли вот этот вот такой культ героя, культ победы, вот это вот такое напряженное ожидание медалей? Это свойственно Олимпийскому движению? Валерий. Медалей нет, но одна ремарка относительно денежных вознаграждений. Да. Есть документальное свидетельство тому, что олимпионики, то есть победители в Олимпийских играх, получали денежные вознаграждения от своих городов от трех до шести тысяч драхм в среднем. Ну, когда игры стали уже знаменитые и на пике своего развития. Ну, и они действительно становились национальными героями. Совершенно верно. И этих денег хватало на то, чтобы среди семья из трех-четырех человек могла существовать безбедно, а скорее всего, даже наоборот, очень богато, от пяти до десяти лет. То есть это очень большие деньги, превышающие доходы современных спортсменов. И действительно, олимпионики становились национальными героями, точнее, неправильно. Это я уже модернизирую. Нет, не национальными. Городов. Они становились героями в своей местности. И ту победу, которую они достигали, это достижение, эта победа трансформировалась на город и род, которому они принадлежали. То есть это означало, что боги, которые благоволят победителю игр, напоминаю, игры были не только олимпийские, было четыре таких пан-эланских, пан-эллинических игр. Так вот, боги благоволят не только к победителю, но и к его городу и роду. Это давало возможность дальше развиваться на той территории. Но это было как-то укоренено в какой-то большой, ну, как бы сейчас тогда спорта не было, но спортивной традиции физической культуры, традиции культа тела. Или были отдельные, достаточно состоятельные люди, которые могли себе позволить подготовку и выступление на этих соревнованиях? Поскольку тренер стоил денег, то, конечно, участвовали в соревнованиях в качестве атлетов. Люди исключительно состоятельные. Если можно, я сделаю ремарку. Да, Алексей. Хорошая ремарка на этот счет. В тот момент спорт ни в коем случае нельзя называть массовым. Потому что, вообще говоря, оттуда пошла интересная очень поговорка, что для занятий спортом и искусством нужны таланты. В данном случае деньги. Ибо талантами назывались именно деньги. Потому что для участия в играх, если мы говорим о прообразе этой игры в долине реки Алфей, вот в этих играх нужно было приехать за 9 месяцев до начала. За месяц. За 9 месяцев. Под наблюдением за месяц. Под наблюдением, да. То есть и оплатить работу как раз тренеров. То есть, опять же, вот только обеспеченные люди могли себе позволить участие в этих играх. Это удовольствие не из дешевого. Кстати, говоря, ваша ремарка о Кубертене, о том, что он делал игры для всех, она на поверку не выдерживает никакой критики, потому что он говорил о социокультурной сегрегации. То есть он говорил о том, что нужно найти лучших атлетов. Лучшие уже не предполагают никакой массовости. То есть это такие некие сверхчеловеки? Конечно, вполне себе нетшианская идея была вычленить сверхчеловека и продемонстрировать всему миру, к чему он способен. Во-вторых, в тот момент существовал достаточно серьезный такой дискурс сравнения низшего и высшего сословий. Кубертен, как известно, принадлежал к высшему сословию. И вот главная задача была сравнить физическое развитие высшего и низшего сословий. Ну, то есть, вообще это же, по-моему, и осталось в Олимпийском движении, если взять, я не знаю, Самаранчо, по-моему, Маркизом был, Маркиз де Самаранчо, а нынешний Жак Роги... Лорд Келани, а сейчас этот самый граф Роги у нас, бельгийский граф. Виконт, да. Виконт. А, Виконт. Это что вообще, вот эта вот аристократическая составляющая, она осталась в руководстве Олимпийского движения? Ну, а так, собственно, Олимпийская хартия в этой части как раз не претерпела изменений, потому что, собственно, если мы посмотрим на основополагающий документ Олимпийской хартии, то увидим, что центральной организацией Олимпийского движения является Международный Олимпийский комитет, который формируется по принципу как раз той самой сегрегации. Это 112 членов МОК, которые делятся на 4 группы, и, соответственно, кватируется возможность попасть в эти группы. При этом, в отличие от всех остальных спортивных организаций, Международный Олимпийский комитет не представляет ни одну страну. То есть там не предусмотрено пропорционального представительства стран, участниц Олимпийского движения. Мало того, ни один национальный Олимпийский комитет не имеет членства в МОК. И когда говорят, что там какой-то Олимпийский комитет, может быть, журналисты зачастую используют такую фразу, что может быть приостановлено членство, никакого членства там нет. То есть еще раз, в Международном Олимпийском комитете членство имеет исключительно... А кто? Он сам приглашает, он сам себя назначает и сами приглашает новых людей? Сами члены приглашают, на их взгляд, достойных. Грубо говоря, это клуб. Грубо говоря, да. Клуб-клуб уважаемых людей. Да, то, что культуровок Питер Бергер назвал faculty club culture. Это клубная культура. Клубная культура. И, соответственно, вот эти четыре группы, я просто скажу сразу же, кто это такие. Первая группа – это знаменитости, селебрити. Вторая группа – это представители Международных спортивных федераций, виды спорта которых включены в программу Олимпийских игр. А третья группа – это представители как раз-таки национальных Олимпийских комитетов, фактически дублирующие первую селебритис. И четвёртая группа – это олимпионики. То есть, это те спортсмены, которые имеют какие-то достижения, призёры, чемпионы игр. Собственно, вот. Ну, получается, что клуб, Олег, скажите, получается, что клуб как бы узурпировал про вот этот мощнейший бренд Олимпийские пять колец, один из самых сильных глобальных брендов. Ну, в общем-то, да, это хорошее, как сейчас говорят, маркетинговое там, или какая бизнес-идея. Ну, дело в том, что это же единственное, что может МОК осуществлять, он же, на самом деле, он же не проводит никакие игры. Игры проводит федерация, и там каждый сама по себе, а МОК выступает в… Города проводят. Нет, я имел в виду состязания. Нет, Олег, игры проводят Оргкомитеты. Я имел в виду сами состязания в данном случае. А МОК выступает просто в роли такого модератора, в общем, он так как бы сверху, да и, в общем-то, ни при чём, на самом деле. Я имею в виду с точки зрения именно спортивных состязаний, которые организовываются в каждом виде спорта соответствующей федерации, и всё по её правилам. Понятно. А говоря об истории вообще, вот сейчас к Убертену возвращаясь, в чём его идея была? То есть, если вот вы говорите, действительно, это было не так то, что как сейчас расписывается вся эта мифология, демократизм и всеобщего участия, значит, хорошо. Это был некий аристократический клуб, который был призван показать превосходство физической аристократии. Вот. В чём, собственно, вот в конце 19 века была идея возрождения? Давайте вот чуть раньше вернёмся на пару веков. Спорт, само слово… В Англии, да. Возникло, да, как раз из английского языка. И я поясню, в 18 веке спорт существовал в таком режиме. Были джентльмены, а были спортсмены. Эти понятия между собой не пересекались. Состояло… заключалось всё это в том, что джентльмен английский нанимал спортсмена, ну, скажем, для таких видов деятельности, как скачки или бег или бокс. И этот спортсмен от лица джентльмена бился, с другим спортсменом нанято другим джентльменом. А джентльмены занимались тем, что делали ставки на своего спортсмена, выигрывали и проигрывали, и для соблюдения определённых норм и правил в конце 18 века и появились, собственно, федерации те или иные. Федерации легкоатлетические или по боксу, да, это какой-то… Позже появляется всё-таки, я не знаю, идея культа тела самого джентльмена. И является тем субъектом, к которому начинают прикладываться вот эти понятия атлетизма, чести, достоинства и так далее. И тогда же это начинает культивироваться в школах, в Итане, там, в Гребле, в Оксусе, в Кемориже. Появилась, собственно, джентльменный спирит, то есть, вот идея джентльменского духа, это как раз, когда произошла смена понимания того, что же есть высшее общество, и кто же такие Сэмми Нобелес, проникающие в самые верха, вот тогда и появился Ипполит Тен со своими идеями, которые как раз зажгли огонь в глазах Кобертена, и тогда же они начали думать о том, что такое прививка джентльменского духа. То есть, что есть общее между лордами наследными и те, которые получили этот статус за какие-то заслуги перед обществом, перед королевой. Да, и Кобертен, собственно, имея в виду такой тип аристократизма, предложил, ну, скажем, пять основных пунктов в 1935 году, он на немецком радио озвучивал Кобертен, пять основных пунктов, связанных с ценностями неоолимпизма. Да ведь вот кратко я их озвучу. Новый олимпизм, подобно прежнему, будет носить черты некой религии, говорил Кобертен, а для него это было принципиальным. Это уже в 1930-1935 году, так поздно? Нет, ну, принципы были сформированы в конце 19-го ека Кобертеном, просто он их суммировал. Он тогда их назвал религию атлеты на латинский манер, при этом не давая никакой дефиниции. Второе. Олимпизм – это аристократизм и отбор в сочетании с рыцарственностью. Так. То, что сейчас fair play. Да, то, что сейчас именно этим термином зовется. Третья идея мира – существенная составная часть олимпизма. О, спорт и мир. Да, точнее так, что олимпийские игры позволяют мирным образом выяснять отношения между нациями и индивидами. Четверое. Олимпийский герой – это взрослый мужчина-борец. Роль женщины при этом должна в основном сводиться к увенчанию победителя. Как известно, на старте появления новых олимпийских игр Кубертена Меловедушевская и женщины в соревнованиях участия принимать никакого не должны. Кстати, вы когда говорили про автомобили, есть еще один курьез, кстати, в новейшее время, буквально вот всего лишь год-два года назад, когда вручили спортсменам BMW X5, а девушкам X3. Я уж не помню кто, но сказали, говорит, а что же, говорит, мы меньше старались для Родины. То есть, из той же оперы, называется, что и Иван Скобрев, но вот здесь дискриминация была по половому признаку. И, по-моему, первая в 2013-м, да, Ганна? Я извиняюсь, Валерий, я перебил вас, вы на четвертом оставились, в принципе. И пятая, только благодаря участию духа и искусства в олимпийском празднестве, оно может стать праздником весны человечества. То есть, вот эти открытия и закрытия торжественные, театрализованные для Кубертена тоже были принципиальнейшим, если вообще не основным элементом в процедуре проведения игр. Ну, совершенно верно. Это исходя из его первой идеи о том, что он говорил, если игры – это религия атлета, потому что спорт не может развиваться, если он не станет для кого-то религией. Потому что церемония открытия – ритуал. Власть ритуала. У него есть много работ на эту тему. И именно поэтому идея Рейхспортфюрера и СС, которые в тот момент они уже активно сотрудничали, и сказал, что, в общем, он дух олимпизма, это и есть дух нового. А Кубертензе был близок, по-моему. А он был настолько близок, что антисемит был. Да-да-да, не знаю уж, антисемит, не антисемит, но то, что Адольф Илоизович выдвигал Пьера де Кубертена на Нобелевскую премию, но ничего у него с этим не получилось, это абсолютный факт. Олег, так что же, собственно, произошло с вот этими принципами, благородными принципами олимпизма, которые в 1935 году сформулировал Кубертен? Да, в общем, всё нормально, произошла вполне естественная эволюция, и Олимпийские игры превратились потихонечку вот в выдающиеся действительно спортивные состязания. Раньше они когда-то были же размыты, но они привязывались там к семейным выставкам, какие-то игры там по полгода проходили где-то, ну, теперь всё уже выкристаллизовалось. Ну, а принципы, ну, знаете, я не думаю, что мы должны сейчас в 21 веке дальше вот такую какую-то наивность тут источать. Меня тоже всегда поражает, когда составляют люди какой-нибудь бизнес-план, один приносит другому, и там понятно, что два бизнесмена сейчас думают про то, как тут наиболее удачно срубить денег, а вначале там же какой-то посыл, что мы тем самым... Миссия, да, большая миссия, которая, ну, используется может только если кому-то показать, там, грант тебе дадут какой-то. То есть, примерно, ну, понимаете, принципы, а не принципы, принципы спорта существовали до Кубертена, задолго до его рождения, и они какие были, такие и остались, и, ну, то есть, в общем, совершенно нормальные. Ну, скажите мне, вот смотрите, такое очень интересное сближение. 35-й год, я даже не думал, что так поздно. Нет, нет, в принципе, эти раньше, это просто в 35-м он... Да, да, в каком году скончался наш благородный ворон? В 37-м. В 37-м. А в 36-м была та самая Берлинская Олимпиада, которая, не знаю, настолько мощно политизировала сами Олимпийские игры, и, мне кажется, Кубертен об этом и мыслить не мог в начале 20-го века, о том, насколько политическим явлением станут Олимпийские игры, вот если брать по 36-му году. Ну, начали всё политизировать, тем не менее, англичане на лондонских Олимпийских играх 2008-го года, англичане первые ввели подсчёт национальных медалей. Ах, уже тогда! Вот именно в 2008 году. Я бы немножко не согласился с этим, я всё-таки делаю отсыл немножко раньше, потому что на играх в США первых, которые происходили… Не первые, вторые. Вторые игры, да, ну первые в США. Не первые в США, 1900-й год, да. В 1900-м году были проведены антропологические дни. Ну, это другое. От которых даже Кубертен должен был извиняться, и, кстати говоря, вплоть до 36-го года без конца извинялся, а в 36-м сказал, а ошибки никакой не было. Собственно, мы доказали всему миру, что есть… Поясните, что такое антропологические игры. Знаешь, что такое антропологические игры? Да, преимущество белой расы – раз. Второе, если вы будете заниматься тем, что рождено в Европе благородный бег, то есть, где бег ради бега, то есть, например, не бег с вёдрами, да, где есть разнонаправленные тенденции, с одной стороны, вёдра удержать, с другой стороны, можно неловко упасть. Вот чтобы избежать этого латентного комизма, был рождён англосаксонский спорт, абсолютно серьёзная вещь. И им заниматься могут только серьёзные люди, европейски ориентированные, то есть, вот это вот преддоминанта европейского образа жизни. А что бы сказал Кубертен сейчас, когда китайцы, собственно, отхватывают все медальные зачёты, скоро и зимой то же самое будет? Но мир меняется, и… Антропологический тест абсолютно другой в 21 веке. Нет, там было так, я поясню, Алексей, антропологические дни – это действительно было очень забавно, когда американцы параллельно с участниками белыми устроили в рамках, вот то, что сказал Олег, в рамках всемирной выставки, для этнических групп специальные игры. Ну, например, они собрали негров, эфиопов. То есть, они в свои виды состязания, это не были состязания программы игр, это были отдельные состязания. Отдельные, называлось это «Антропологические дни». То есть, различные удивительные антропологические типы. Не могу сейчас просто так сходить. Там были малайцы, филиппинцы, североамериканские индейцы были. Да, индейцы, да. И игры такие были, там, лазание по шесту, какой-нибудь там бег в мешках. Это но спорт, иными словами. Это но спорт, да. Да, да, да. И, конечно, Кубертен после этого настаивал, что больше такое повториться не может, и Олимпийские игры как раз для другого создавались, для интеграционных процессов скорее, чем для разъединительных. Да, Олег. Нет, ну это же, ну понимаете, мы же все знаем, естественно, спорт, он часть жизни, да, часть общества, и в нем происходят все те же самые процессы, которые происходили в обществе. Расовая сегрегация существовала в США, существовали параллельно бейсбольная лига для белых и негролига для темнокожих. Так, все было так. В нацистской Германии политизировалось все, в Советском Союзе политизировалось все, но игры 36-го года, или 80-го, разница невелика с точки зрения именно Олимпийских игр, собственно. Политизации, да. Да, ну спорт, разумеется, должен, как и любая сфера человеческой деятельности, испытывать на себе влияние, ну вот, момента. Ну да. Поэтому тут все совершенно естественно. Момент, если смотреть эти игры 36-го года, это ведь, собственно, большие тоталитарные системы, да, окончательное оформление массового общества, подготовка к крупнейшей массовой бойне, да, Второй мировой войны. То есть спорт, я пытаюсь понять, в какой момент произошла вот эта вот сильная национализация спорта. Потому что, я не знаю, вы меня сейчас разочаровываете в моем, может быть, таком идеализме относительно того, что все-таки у Кубертена были идеи какие-то спорт как объединитель, спорт как глобализация, спорт как миротворец. А что получается в 36-м году? Какой миротворец, когда там уже меряются медальные зачеты, когда там, я не знаю, в ужасе Гитлер наблюдает, как, кто там, Джесси Оуэн, да, побеждает в забеге на 100 метров? Ну, наверное, надо тогда вот первые игры выделить, потому что там, например, команды по перетягиванию каната, это был такой олимпийский вид спорта, они состояли из представителей разных стран, они даже не были национальными командами. Ну, кто с кем там организовался, с тем и перетягивал. Вот, наверное, это должно быть в нашем понимании таким идеалом над национальным и прочим. Ну, когда все-таки спорт становится таким заповедником национализма, вот как сейчас вот этот вот в чистом виде медальные зачеты. Ну, собственно, общество, видимо, когда это были вот эти подъемы национальных всех людей. Ну, это конец 19 века. Да, на самом деле, с самого начала олимпизма, потому что идея Кубертена проводить игры между странами, это момент, собственно, становления того, что мы сейчас видим, это отношение, деление мира по принципу национальных государств, и, собственно, вот коммуникация между этими национальными государствами и была предложена в виде состязаний, и это не скрывалось. Поэтому все остальные моменты, на мой взгляд, следует рассматривать как обострение этой ситуации. Те или иные обострения возникают и в жизни на каждом шагу, но в данном случае спорт не столько является проводником, сколько он отражает существующую конкуренцию, существующее положение в мире, именно вот в рамках проекта современного мира. Я с таким мнением даже, что вообще на фоне отсутствия мировых войн растет стоимость, цена спортивных побед. То есть, это спортивная победа, это эквивалент военной победы. Отсюда идут эти все медальные планы, подсчеты, и это современная форма войны. Хотя к чести Международного Олимпийского комитета, можно сказать, он всегда подчеркивал и продолжает подчеркивать, что медальный зачет является неофициальным. И если вы там на сайт Международного Олимпийского комитета зайдете, вы там найдете за все игры медальный зачет, и везде это будет написано. Мог подчеркивать. Неофициальный. Неофициальный. Ну, не знаю для чего, какое-то практическое применение не имеет, но он неофициальный. Не знаю, вы согласитесь в том все-таки, что это какое-то извращение изначальных принципов олимпийского. Это прямо противоречит, конечно, старым олимпийским или античным олимпийским. Спортсмены, да, Валерий, вот расскажу сегодня с утра одной из газет, я просто проходя, видел, где же это на развале, да, одна из массовых газет, там наши олимпийцы и подпись «золото добытчики». Вот понятие спортсмен является всего лишь золото добытчиком. Ясно, что в античности, конечно, побеждали, тем не менее, мы начали с того, что честовали спортсмена на родине героя. Побеждал спортсмен, индивидуальный атлет, ни в коем случае ни его страна, ни его город, ни его родина. Почему? Потому что, что значит победа спортсмена? У нас сейчас будет реклама или я могу сказать чуть-чуть? Нет, нет, у нас есть пара минут ещё, да. Побеждал спортсмен, исходя из того, что ему благоволили боги. Боги не благоволили территории, да, боги благоволили конкретному данному лицу за его индивидуальные, человеческие, нравственные и физические качества. И уже это экстраполировалось на его территорию, на его род, на его город. Сейчас у нас происходит обратная ситуация, да, что действительно спортсмены выступают с одной стороны, как золотодобычка, с другой стороны, как бойцы передового какого-то фронта, да. Передовой отряд мы посылаем всей страной людей из аэропортов, значит, в город, которые должны захватить, в данном случае, Лондон. Да, 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 да. Это, конечно, абсурдная ситуация. Так, да, это, собственно, я сейчас думаю, позиционируются, да, да, и футбольные команды также, это именно как вот такой ночной дозор, как национальный отряд, который, так сказать, отправлен на завоевание, на добычу. Оно, собственно, действительно, спорт самым ярким, на мой взгляд, доказательством, что спорт – это латентная форма войны, это спортивная журналистика. Олег, какие термины вы используете? Это, да. И именно поэтому, вот мне всегда нравится читать газету «Красная звезда». Она всегда наиболее интересные просто придумывает штучки. Про спорт? Да, про спорт. Интересная вещь, потому что они используют напрямую военные термины, вообще не стесняясь. Нет, ну это англичане ещё, конечно, большие специалисты, жёлтая пресса, ну там действительно потом извиняются на уровне руководителей государств, там все друг перед другом извиняются. Это есть. Хотя у меня есть несколько контртезисов в защиту, что ли, не знаю чего, не знаю чего. Ну, просто в защиту положения дел, скажем так, потому что завоевание и незавоевание – это одно. Но всё-таки, например, такая страна, как Соединённые Штаты Америки вкладывает, огромные усилия прикладывает для развития спорта своего, а получается, что и всего мира. И это идёт, в принципе, во вред ей самой на Олимпийских играх. Ну, когда появляются, откуда появляются знаменитейшие выдающиеся пловцы из Зимбабве или Сербии, там, или Швеции, они студенты американских вузов. Они все вместе в плавании лучше всего, развито в США, они там вместе учатся, вместе тренируются. Они, между прочим, выдающиеся друзья. Ну, в большинстве случаев. Любое обобщение хромает, но в большинстве случаев можно посмотреть, как они искренне поздравляют друг друга после финиша, там, выиграл-проиграл. Ну, то же самое в лёгкой атлетике происходит. Естественно, Ямайка, там какой-то Барбадос, Сент-Китс и Невис отнимают медали у американцев, потому что они взращены и воспитаны американцами. В американских университетах бегают за одни и те же команды. Так что, видимо, не все воспринимают это как вот необходимость воинственное такое. Ну, что ж, поговорим о том, в какой степени Олимпиада является войной после небольшой паузы. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня обсуждаем Олимпиаду. Но вы от нас не дождётесь оценок медальных планов нашей сборной, подсчётов медалей, в каких видах мы возьмём, в каких видах мы проиграем. Не об этом мы сегодня говорим, а говорим как раз о том, вообще правильно ли подсчитывать вот эти вот медали национальные. Что это такое? Что это за национальная одержимость культом победы, культом рекорда? Говорим с нашими гостями сегодняшними. Это культуролог Алексей Кыласов, главный редактор журнала «Логос», философ Валерий Анашвили и спортивный обозреватель Олег Винокуров. Ну вот раз уже зашла речь о рекордах. Вот. Вот эта вот одержимость рекордом, установка на рекорд. Насколько она сообразуется с изначальным посылом олимпийского движения? Валерий. Я начну. Нисколько не сообразуется. Понятно, что в античности не существовало никакого рекорда. Вообще понятие рекорда возникло в 80-е годы 19 века лишь. И спорт существовал совершенно по другим законам. И ценность спортивной победы заключалась не в достижении рекорда, а в победе как таковой. И в тех усилиях, которые тратил спортсмен для достижения, предпринимал спортсмен для достижения этой победы. Давайте я расскажу, про что ввести вот в ту тему, о которой мы сейчас начнём, надеюсь, говорить. Расскажу такую историю. Может быть, я тем самым исчерпаю всё своё время, но тогда просто будешь не дашь мне времени. Я укажу, если очень долго, Валерий, если недолго. Откуда вообще мы знаем о олимпийских играх? Основной источник, как и во всём практически, это эпос, в том числе Ильяда Гомера. Ильяда, да, устроил как раз. И, соответственно, вот давайте я просто нашим слушателям напомню, не все мы перечитываем регулярно Ильяду. Но не каждый вечер. Не каждый вечер, но не каждый. Поэтому я напомню, что такое были игры в античности, чем являлись игры в античности. По Трое погибает Патрокол. Друг Ахилла и один из выдающихся военачальников, которые оккупировали Трою. И в честь Патрокла проводятся так называемые погребальные игры. Это всё, напомню, происходит до того, как появились Олимпийские игры. Смысл Олимпийских игр был чуть-чуть другой, но всё равно эти игры возникли те, с которыми мы сейчас имеем дело, именно из ритуальных погребальных игр. И вот Ахилл, проводя эти погребальные игры, устраивает несколько видов соревнований. Первый вид, самый почётный, гонки на колесницах. Пять участников. Они должны поделить пять призов, которые известны заранее. Ахилл озвучивает перед началом соревнований каждый из этих призов. Дальше начинаются гонки. К финишу приходит четверо из пяти. Первое место Ахилл присуждает Диамеду, который приходит первым. Но пока идут гонки, начинают биться за первое место боги. И Аполлон делает так, что из рук во время гонки Диамеда выпадает хлыст. Диамед начинает переживать, ему начинает помогать Афина, возвращает ему хлыст и в качестве такой ответной мести портит колесницу одного из участников, а именно Эвмела. И Эвмел сходит с дистанции. Ну, если это сказать, в чём суть вот этой вот... В чём, что никогда не было никаких принципов. Нет, нет, нет. Принципы были очень чёткие. Суть в том, что Ахилл пытается Эвмелу присудить второе место, хотя Эвмел вообще не пришёл к финишу. И в принципе, по справедливости, по соответствии с античной дике, это возможно, потому что все войски, чем аргументирует Ахилл, это да, все войски знают, что конь Эвмела лучшие войски после его собственного. В общем, суть этой истории, я думаю, в том, что нету абсолютного результата, а как бы есть относительный факт, я не знаю, преодоления. Нет, 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 совершенно неправильно. Нет, есть абсолютная такая вещь, как справедливость. То есть, вернее, да, справедливость выше, чем абсолютные цифры результата. Чем условные принципы, правил, которые могут возникать адхок. То есть, суть этой истории в том, что весь спорт вообще и игры организованы для торжества справедливости. Для, да, визуализации, для того, чтобы зрители этих спортивных соревнований могли видеть, что такое подлинная настоящая справедливость, честь, достоинство и так далее. Ну, и чем рекорды тогда здесь нас не устраивают? Знаете, здесь есть и одна ремарка такая, я бы хотел сделать. Ну, во-первых, спасибо большое Валерию за то, что он сделал. Да я не успел, главное, рассказать, главное, самое интересное там дальше. Давайте тогда, давайте, давайте. Не дает, мне ведущий не дает. Ну, в чем, в чем, в чем там самое интересное, если коротко, Валерий? Просто, ну, у нас не так много времени. Да, ну, тем не менее, второе место присуждается тому, кто пришел вторым, все-таки не вот сошедшему Евмелу, а антилоху, который пришел вторым. Но он пришел неправедно вторым, потому что он подрезал того, кто пришел третьим, Менелая. И когда начинаются разборки, да, антилоху отмечают, как это второе место Евмелу, я же пришел вторым. Возникает дилемма, в результате Ахилл дает Евмелу почетный приставь, первый, это называлось первое после первого ему место. Ну, в общем, да, суть та же, что справедливость. Ну, главное, что четвертое место, я просто совсем там, если возвращаться в конец, и так четверо пришли, но пять призов. И Ахилл пятое место, тем не менее, пятый приз присуждает кому? Старцу Нестору, о котором все знают, что он был бы победителем соревнований, если бы не по возрасту мог бы принять в них участие. И все согласны. Великолепно. Да. Вот. Ну, вот и все, и никаких изменений ничто не претерпело за тысячелетия. Замечательно в этом примере другое, что, раз уж и программа у вас археология называется, это позволяет сравнить и в то же время увидеть, что современные олимпийские игры не имеют ни малейшего отношения к античным, потому что, первое, там люди участвовали сразу во всех соревнованиях то, что сейчас бы называли словом полиатлон. Еще одно, там в современных играх не сохранился ни один вид состязаний, который был в античных играх. И, наконец, самое главное, слово рекорд. Ну, в чем бег? Ну, борьба же. Бег, бег. Какая борьба? Панкрадион, сейчас его нет, он есть в составе фила, но этой борьбы нет, то есть... Ну, бег, бег. А, нет, в смысле, как явление, борьба противоборства. В таких же... Строго говоря, если мы строго описываем, то ни одного вида соревнований нет. Вот был бег на один стадий, да, собственно, короткий бег, так называемый, один стадий, 192 метра. Вот те 200 метров, это примерно то, что соответствует олимпийским стадиям. Просто я говорю еще раз, если строго подходим, то строго говоря... А метание диско? Дискобол. Это не я придумал. Копье. Они были другие. Снаряды были другие. Ну, вы что ж хотите вообще нас вернуть? Не-не-не, просто я поясню. А деяния тоже были другие. На каждых играх диск или копье не были унифицированы. Они все были разного веса. Совершенно как и стадия была. Друзья, давайте все-таки сейчас вернемся от античности к нашим, так сказать, бренным временам. Понятно, что принципы были тогда совершенно другие. Не было вот такой вот абсолютизации рекорда. Вот этой вот погони за тысячными долями секунды. Но ведь мне кажется, если сейчас говорить о рекортах, ведь очень многие рекорды сейчас вообще невозможно побить, потому что они были установлены в те времена, когда, извиняюсь, допинг-контроль был совершенно другого уровня. А вот здесь очень интересный момент. Слово рекорд, оно действительно является ключевым словом. Что, собственно, означает слово рекорд? Запись. Да. И эта запись, она в буквальном смысле является порождением либерального общества, капитализма, который установился на тот момент в Европе, которая и обратилась в поисках собственной идентичности к эллинской культуре, дабы доказать свое право превозноситься над остальным миром. Историк Велес это называет эллинской стадией западной цивилизацией. И в данном случае слово рекорд нужно рассматривать как защиту достижений атлетов. То есть записанный мной рекорд, мой рекорд является моим достижением. Поначалу существовала коллизия в Олимпийской хартии, что атлеты не имели права воспользоваться своими рекордами ни в каких целях. А со временем это было пересмотрено, и рекордсмены игр могли заключать рекламные контракты. И вот здесь появляется очень интересная вещь. Что такое антидопинг? На мой взгляд антидопинг это прямая защита собственности атлета. Как есть понятие его достижения, он за счет этого зарабатывает, заключает контракты, выступает, раскручивается, выражаясь современным языком. И любое покушение на его достижения, а использование допинга рассматривается как нечестная борьба, то соответственно защита прежде всего самого рекорда. Его рекорда. Ну, с другой стороны, допинговый контроль может быть же обращен на самого рекордсмена, если будут скрыты пробы и задним числом... Ну, так и участвует несколько спортсменов одновременно. То есть, конечно же, каждый из них заинтересован именно в своем достижении, потому что оно легко конвертируется в деньги. И, собственно, нынешняя ситуация в спорте, она и направлена на капитализацию достижений. Капитализацию достижений. Ну, здесь мы выходим на такую очень большую тему вообще коммерциализации современного олимпийского движения. В какой степени это сочетается с изначальными идеалами спорта, вся вот эта вот большая коммерческая составляющая? — Вот я уже не первый раз тут сталкиваюсь, у меня какой-то когнитивный диссонанс. Я сейчас подумал, что когда мы особенно говорили про Древнюю Грецию, ну, нас ничего не связывает с Древней Грецией вообще абсолютно ничего у нас современных. Ну, с концом XIX века нас тоже практически ничего сейчас не связывает. Почему же мы хотим, чтобы некие эфемерные непонятные олимпийские принципы, некие, проходили красной — Олег, Олег, я скажу, я скажу, я скажу почему, потому что для меня спорт остается все-таки, я говорю, можете меня здесь распять за идеализм, вот, некоим заповедником джентльменства, заповедником честной игры, заповедником физического совершенства. Человек преодолевает себя не за BMW третью и не за Audi седьмую, а за просто радость победы над собственным телом, над обстоятельствами, над немощью. — Ну, спорт, спорт, но не олимпийские игры, это не все в спорте. — Олимпийские игры — это не спорт, фактически. — Нет, почему? — Это нечто большее. — Нет, 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 почему? Это спорт. На олимпийских играх все это происходит, о чем вы говорите. Какой-нибудь вызывающий всеобщий смех пловец из Нигерии, показывающий 128-й результат, тем не менее улучшает свой собственный рекорд, показывает лучшее время в своей карьере и тем самым совершает все это преодоление и вот-вот все то, что вы говорили. Это не имеет никакого отношения ни к медали, ни к машине ему, никто ничего не даст за это. Тем не менее, спорт, он существует. Олимпийские игры — это одна из форм, которые, ну, когда-то ее не было, потом была, ну, может, опять скоро уйдет вечность, будет другая форма. — А вообще игры сейчас окупаются, олимпийские игры? — Нет, они не окупаются. — Да с какой стати? — Невозможно. — Невозможно, да? — Вы знаете, бюджет в Сочи подготовки, простите. Ну, как это может окупиться? — Нет, рекламные права. — Нет, 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 вы знаете, тут интересная тенденция. — А вся реклама уже запрещена, да? — Начиная с игр в Ванкувере, да даже в Турине, кривая сборов пошла вниз. Это хорошо видно на маркетинговых отчетах МОК. Это минус был и в Пекине, и минус в Лондоне, и чего уж там будет, Сочи непонятно. Тем более, что в 2007 году Европейский союз телевещателей, более основной, ну, в России более известен как Евровидение, расторг договор с Международным Олимпийским комитетом в силу того, что они не хотят показывать предварительные соревнования или те виды, которые не интересны не просто на их взгляд, а по данным каких-то социологических служб. Ну, вот китайская Олимпиада, пекинская, точнее, порядка 40 миллиардов долларов затраты были, да, была самой дорогой в мире, лондонская, по-моему, где-то варьем 15-17 миллиардов сейчас долларов, по расчетной окупаемости там 4-6 миллиардов. — А Сочи? — Ну, Сочи там, правильно, совсем... — Я хотел просто вернуться вот к понятию рекорда, это важно, важная организовалась дискуссия у нас, ведь мы не пытаемся вернуться назад в античность, мы говорим о том, что современные понятия рекорда нивелируют те победы, которые достигаются нашими спортсменами. Почему? Потому что что происходило в античности? Выходили на старт несколько человек, скажем, бегунов, и побеждали тех, с кем рядом они бежали, и первый, кто обошел в несколько забегов, да, всех остальных, он становился победителем, абсолютным, непререкаемым. И навсегда. Что происходит сейчас? Сейчас бегуны, которые бегут, вынуждены, вот скажем, женщины, да, вот они все соревнуются с Ермилой Кратахвиловой из Чехословакии, которая в 83-м году 800 метров пробежала там за 1,53. Соответственно, это повторить невозможно, потому что это было все в ту эпоху, когда еще был открыт и доступен допинг. И вот что сейчас делать бедным спортсменам? Ну, восточноевропейские спортивные машины. Ну, это же, никто же не отменяет золотых медалей, титулов чемпионов, ну, они радуются. Не отменяют, но просто проблема заключается в том, что сейчас спортсмен посредством того, что фиксируется во время, бьется со всеми предыдущими поколениями, и со всеми будущими поколениями спортсменов. Нет, это же, во-первых, не во всех видах спорта фиксируются рекорды. В большинстве. Ну, во многих фиксируются. Нет, время фиксируется вообще в олимпийских видов спорта в большинстве. Коллеги, я бы хотел внести такую правочку, чтобы зрителям, наверное, тоже, надеюсь, будет интересно. Впервые рекорд зафиксирован был в 1889 году на мемориальной олимпиаде в Париже в честь открытия выставки. Это те игры, которые как раз и увидел Кубертен, до этого он даже не подозревал о том, что это можно делать. И тогда использовали морские часы, две пары морских часов для измерения гонок на колесницах вокруг Марсового поля. Ну, вы знаете, мне кажется, рекорд, вот эта вот одержимость рекордом, это какая-то очень такая стигма современной цивилизации. Нет, ну, позволь мне сказать, мы живем вообще в мире рекордов. Книга рекордов Гиннесса, там, я не знаю, где-нибудь в НБА и НХЛ читаются, не знаю, рекорды по количеству подборов, по количеству результативных передач. Мы живем в постоянном мире сравнений, мы постоянно меряемся всем, чем возможно. Вот. И вот спорт, он падает жертвой вот этой вот дигитализации, и все должно выражаться в цифрах. Не, скажем, не благородством акта жеста спортсмена, а тем вот в цифрах, как он, сколько он сделал голевых передач. Нет, ну, это, развитие статистики, ну, это игра, людям это интересно, но нет этой одержимости, ну, поверьте, нету одержимости ни в прошлом поколении, ни в этом. Все спортсмены наблюдают за тем, как бьются их рекорды и говорят, что это очень хорошо и правильно, я какое-то время побыл рекордсменом, теперь пусть этот молодой побудет. Это, ну, в спорте этого нет, понимаете? Вот вы начали с того, что говорили о, ну, о восприятии там, вот этом медальном зачете, о том, как по телевидению вам то говорят, и это, ну, понимаете, есть же пена вокруг, и есть сам спорт, и это не всегда тут есть взаимопроникновение. То, что создается вокруг спорта, не значит, что это все проникает в спорт. Там мир спорта, на самом деле, он гораздо чище, ну, то есть он, в нем есть, естественно, и достоинства, и недостатки, все, какие есть во всех остальных сферах жизни. Олег, ну, как не проникает? Это система мотивации, в том числе и финансовых мотиваций, я не знаю, вот сейчас, например, сегодня коллега, как раз с утра, когда делал анонс нашей передачи по радио, мы были в эфире с Натальей Медленой, и она говорит, вот, посмотри ЖЖ Натальи Радуловой, и там очень интересно, сегодняшняя ЖЖ Радуловой такая очень впечатляющая подборка фотографий, что делают с китайскими детьми, вот там маленькие 4-5-6-летние дети, их отбор в гимнастические школы. Это страшно, это вообще, я не знаю, все организации по правам защиты детей, вот, они должны на это на все отреагировать. А у них там просто кровавыми слезами плачут маленькие детки, как их ломают, и все это. А что на выходе? А на выходе мы имеем вот эту вот великолепную китайскую спортивную машину, которая сейчас медленно, но верно подберет под себя все виды спорта. А мы вернулись к антропологической теме в данном случае, потому что нет четкой оценки на сегодняшний день относительно отбора спортсменов. То есть во всех странах начали действовать, с одной стороны, как защитный механизм генный антидопинг, программы генного антидопинга, то есть записывают код спортсмена, а с другой стороны проводят генный отбор. И Москомспорт это делает, и в Китае это делает, и в Германии давно это делают. То есть берут парня молодого, девочку молодую, ребят, и смотрят, на что он способен. Ты в легкую атлетику, ты в сложно-координационные виды спорта, гимнастика, фигурное катание и прочее, пятое-десятое, но потом смотрят там способность конькового хода и прочее, так далее. Но в данном случае мы имеем в виду, возникает новая парадигма, возникает неестественный отбор. Это то самое дигитальное пространство, о котором вы говорили, да, то есть мы записываем данные. То есть лабораторные спортсмены. Спортсмены выращивают как лабораторных крыс, извините за выражение, вот идёт ещё, наверное, скоро это будет на уровне зародыша. А с другой стороны мы, это вполне отвечает общим трендом постмодерна. Это постспорт, это спорт с постчеловеческими возможностями. Дальше возникает чипизация, дальше возникает какие-то штаммы, которые мы можем вводить человеку для того, чтобы он... Да не переоцениваем, к сожалению. Если Сергей так воскликнул, это ужасно. Это всё на уровне, знаете, алхимии, теологии. Примерно вот... Точность примерно такая же, вот эти генетические там отборы. Но всё равно, вы никогда не задумывались? Химия, алхимия, но фармакология, когда особенно, скажем, я ближе знаком с циклическими видами спорта, это же вообще непонятно, что вы не... Фармакология – это другое дело. Так это тоже самое дело. По гормонам замерить. Ну, вы никогда не задумывались, почему, когда вы видите, предположим, забег на 100-метровку, откуда там берётся спортсмен с белым цветом кожи? Ну, что ты там делаешь, если всем известно, что ты даже в финал не выйдешь, что всем уже любителям антропологических теорий уже всеми всё доказано, что действительно организм, мышцы там, темнокожие, волокна там, то-сё, ну, да, они лучше бегают. Что делают какие-то испанцы на дистанции 10 тысяч метров, когда совершенно понятно, что там должен выиграть сухой эфиоп или кенийц, предположим? А что они делают? А что они делают? Ну, им плевать на все эти антропологические теории и прочее. Им нравится, они этим занимаются. Ну, вот в чём суть спорта-то, понимаете? То есть, человек уже сразу идёт туда, зная, что он не станет олимпийским чемпионом. Ну, и ладно. Ему всегда он бежит по часам, смотрит на свой результат, преодолевает вот то, о чём вы говорили, самого себя, и счастлив, и гармоничен, прекрасная спортивная личность. Вот. А если бы это происходило в античности, то такие люди, о которых вы говорите, были бы победителями. И, собственно, об этом мы и говорим. Вот давайте я пример ещё один приведу. Ну да, то есть, испанец, который сумел. Который сумел. Вот смотрите, 54-я Олимпиада, Орихион – боец панкратиона. Вот того самого очень сурового вида битвы, где можно было делать всё, только нельзя было рот разрывать, глаза вышибать, кусаться нельзя было. Всё остальное было можно. Так вот, он дважды олимпионик, но второй раз посмертно. То есть, во время борьбы этого панкратиона к нему применили приём удушения. И начали его душить. Он не сдавался, не выбрасывал палец, то есть, не говорил, что проиграл. И в тот момент, когда он уже умер, у него получился болевой приём по отношению к противнику. То есть, он просто сломал, он панит палец ноги. И заперник в этот момент выбросил палец, то есть, сказал, что я проиграл. Но в этот момент вот этот удушенный боец был уже мёртв. И ему присудили посмертно, он стал победителем, он получил скульптуру на родине героя, и так далее, и так далее. Вошёл в историю игр. Коллеги, это очень интересно, но это и есть то, о чём я говорю, это и есть постспорт. Это спорт за гранью возможности человека. Нет. Это или не тренд? То есть, если мы этим восхищаемся, значит, мы готовы к восприятию такого спорта. А теперь смотрите, значит, 4-е Олимпийские игры в Лондоне, итальянский бегун, там, марафонец, Доранда Пьетри в бессознательном состоянии вбегает на стадион после того, как пробежал этот марафон сквозь дистанцию. Он совершенно уже ничего не понимает, сворачивает не туда. Его направляют. Его потом направляют, он возвращается, он падает, встаёт, падает, когда до финиша остается 20 метров, на стадионе появляется американец. И вот этот итальянец за 2 метра до финиша в конце концов падает и уже не может подняться. В это время американец постепенно движется, значит, к финишной черте. Двое людей поднимают этого итальянца несчастного и помогает им пересечь линию финиша. Первое место получает не он, а американец. Потому что его дисквалифицируют, этого итальянца, за помощь третьими лицами. Естественно, его внесли, да. Абсолютно несправедливо с точки зрения борьбы, чувства долга, мужества и так далее, и так далее. Как несправедливо? Ну, человек должен преодолеть дистанцию, а он не преодолел. Что же теперь делать? Ну, да. Это формализация. Ну, я, знаете, тоже могу заявиться на марафонский забег и через 500 метров умереть. И что же меня это самое должны... Вот по древнегреческим, да, вот человек дерзнул. Вот, есть возможность войти в историю. Вот это знаменитое, помню, мы с вами обсуждали, там, Петро Майдич, да, который, каком, в 2003 году, лыжница. Лыжница славянская, да. Да, сломала ребра, да, и пришла третьим к финишу. Но опять-таки, со сломанными ребрами человек продолжил бег на лыжах. Ну, понятно, что в античности она бы стала олимпиоником, но тогда женщины и рабы не принимали. Наш дзюдоист Носов тоже третье место занял на Олимпиаде. Ну, на адреналине. Слушайте, друзья, у нас остается совсем немножко времени, и я хочу в конце понять, учитывая все вот эти вот тренды, профессионализации, коммерциализации, какое вот культа медали, культа победы, культа чемпиона, какое будущее ждет вообще олимпийское движение, заглядывая на пару десятилетий вперед, что все пышнее, все дороже будут Олимпиады, все пышнее будут церемонии открытия и закрытия. Нет. Какое-то качественное изменение возможно в олимпийском движении? Может быть, с Олимпийским комитетом вот эта вот огромная мировая спортивная закулиса перестанет существовать? Я думаю, что вот этот концепт рекорда и погоня за рекордами убьет довольно много через 10-15-20 лет много видов спорта, поэтому олимпийское движение через несколько десятилетий будет совсем другим. Ну вот я не знаю, я думаю о будущем спорта, мне хотелось бы, чтобы он был более спортивным, как бы это парадоксально не звучало, менее зрелищным, потому что сейчас императив зрелищности, императив шоу, императив рекорда, достижения и вот этих вот медальных зачетов, он убивает чисто спортивную составляющую, которая лежит вот в радости простого движения, преодоления, не обязательно даже, может быть, соперника о себя, самого. Вот, так что, не знаю, мне кажется, что олимпиады рано или поздно в нынешнем своем формате могут рухнуть под собственной тяжестью и помпезностью. Ну, неминуемо должно произойти, но все же меняется, нет ничего вечного в мире, вечен только спорт, а формы будут разные, но спорт останется спортом всегда. А я позволю себе не согласиться, Алексей, не вечен, спортом всего 100 лет, и совершенно верно, что слово это... А что ж мы тогда про древние элимпиады говорили? Это был атлетизм. А там был атлетизм. Это был не спорт, это был атлетизм. И, кстати говоря, таких же традиционных игр, как олимпийские, которые, кстати, первый раз назвали так в Антиохии, когда проводили на манер греческих игр, где были самые разные игры. Но, на мой взгляд, как были на протяжении всей истории человечества традиционные игры, так они и останутся. Тем более, что тренд сегодняшнего времени, подлинная массовость, она существует все-таки в рамках традиционных праздников. А все меньше и меньше интереса. Ну что ж, это был Алексей Кыласов, наш культуролог, другие наши сегодняшние гости, это Валерия Анашвили, главный редактор журнала «Логос» и спортивный обозреватель Олег Винокуров. Ну и подытоживая, ну что ж, о будущем Олимпийских игр можно спорить, но я думаю, что надо пожелать успеха нашим олимпийцам в оставшиеся дни Олимпиады в Лондоне, но и поддержать этот успех мы можем сами, просто выйдя на улицу, там, пробежавшись что-то, проехав на велосипеде и ощутив эту невероятную радость движения. Я благодарю вас за участие в этом эфире, за пультом был Иван Куприянов, продюсер программы Дина Трубовская, я ваш верный археолог Сергей Медведев, доброй ночи и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!